Всем здравствуйте, дорогие друзья, зрители и подписчики этого канала. И с вами Белла. Я продолжаю играть в Empire Total War за Великобританию. И прошлая серия завершилась у нас на том, что мы готовимся к атаке на Джорджию. И глупые индейцы ничего не предпринимают и просто стоят. Поэтому мы безнаказаны, пока можем нанимать себе армию. Они будут, возможно, еще раз грабить, потом еще раз грабить. Ну, то есть они на наш город не нападают. Мне, в принципе, это замечательно, потому что я могу построить армию и на них сам напасть. Итак, и сейчас мы соберем во всех наших городов армии. Так, ты у нас идешь сюда, и мы тебя сейчас поставим вылечиться. Да, вот эти четыре корабля лечатся. Дальше вот эти два идут сюда. Я думаю, что можно еще два построить, чтобы там наверняка нам быстро пройти. То есть раз, два, три, и все. Вот так вот. И так, тут мы воюем. Вот, да, я же еще хочу каракезом пройти. Так, дальше, 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 дальше все. Дальше все. Так, это, это, это. Тут у нас флот есть. Тут шлюп. Ну, понятно, все. Кое сходу. Так, союзник атаковал. Ага, Испания-Португали... Испания-Португалия? А я соглашусь. У меня есть план. Да, все. Отмена атаки на Джорджио. Мы сейчас будем выгонять испанцев из Америки. Там у них всего три области. Куба, Эспаньола и Флорида. Флорида, Флорида. И все, и у нас есть армия, чтобы их захватить. Там должно быть по четыре отряда вместе с городским ополчением. Да, и эти гуроны... В общем, у нас пока все складывается хорошо. Единственное... Вот, смотрите, смотрите. И мы тут еще и этот флот сейчас отправим. Вот. Надеюсь, Франция не вступила. Франция не вступила. Итак, мы спокойненько вот идем сюда. Вот, Новая Испания. Тут нету испанцев. Да, тут нету испанцев. А вот тут есть испанцы. Тут нету испанцев. Тут есть... Да, вот тут вот есть испанцы. Мы идем к кораблям испанцев. Дальше, 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 дальше. Дальше мы в оберегу. И смотрите, что происходит. У нас тут целая армия. Вот тут вот. Мы смотрим. Берем. Один шлюпик. Шлюп или брик? Дальше плывут. Они все одинаково плывут. По отдельности, да. И шлюп у нас отправляется сюда. Вот, я же... Да, вот ровно четыре отряда с ополчением. Как я угадал, значит, на четыре отряда это с ополчением. А еще, если, возможно, у них тут кто? А, у них тут даже пушка. Ну, пушка это, да, пушка это не очень хорошо. Если даже так, то две, то... Ну, давайте, чтобы подстраховаться, мы возьмем, отправим вот так вот. Хотя, стоп, подождите. Еще тут вот у нас же... Тут вот у нас как раз такая армия не очень. А тут есть драгуны. Ну, драгуны, да, это в ту армию. Так, флот. Мы берем еще брик. И смотрим, что у нас в кубе. В кубе четыре, но тут есть стены. Ну, для полного... Вот как раз мы на кубу отправим, наверное, вот эти вот отряды. Как раз, два, три, четыре. И генерал им наймем. Вот. А туда отправим... В Испаньолу четыре вот этих вот отряда. Вот этих вот. Да. И что у нас в Флориде? Флориде, Флориде. Тут у нас, тут у нас, тут у нас, тут у нас, тут у нас шесть отрядов. Так, и тут у нас получается... Ну вот, смотрите, давайте. Мы берем четыре отряда сюда. Все. Да, четыре отряда сюда, и они высаживаются. Что ими занимается? Генерал. И этот флот, он их высаживает. Вот здесь. Туда они соединяются, и плывут отсюда. Дальше. Это еще не все. У нас тут вот есть как раз еще один... Борец. Их мы собираем. Так, ну тут я все понял. Мы берем вот отсюда вот. Какая тут армия? Получается, что... Да. Сажаем вот этих вот на корабль. И... Плот уплывает. Так, все правильно. Он у нас на кубе их высаживает. Дальше. И этот флот у нас... Плывет обратно сюда. И он забирает... Кстати, да, я мог сразу все взять. И тут вот он... Сюда. Тут он заберет... Вместе с вот этим вот... Полупушки, Драгун и вот этих вот. И плюс к ним присоединится еще вот эта армия. Хорошая. И все. И мы, получается, таким образом... Это сейчас атакует Гаванну армия. Это атакует армия. Эспаньолу. И у нас формируется сейчас армия в... На острове Большой Багама. У нас формируется армия для атаки на Флориду или Флориду. А если город, то Сент-Агастин. И пока у нас атака нам, Джорджу, откладывается. Но она улучшится потому, что... Потому нам объявила Испания. Нет, она не выступила. Это замечательно. Когда мы захватим это, у нас будет четкая граница сюда. У них тут армия маленькая. Так, давайте дальше смотреть. Что нам надо дальше? Что нам надо дальше? Дальше нам надо тут продолжать нанимать войска. Да. Сколько у них? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, и все. И мы выиграем. Угу. Так. Да давайте построим даже. Пускай грабят. Мне надо, чтобы они грабили как можно дольше. Так. Новый наследник. Отчет о найме. Держава разгромлена. Не посмотрел газета The Daily Courant, по-моему. Да. Что нам надо дальше? Брик мы можем отсюда уводить. А вот, кстати, нет. Да, брик мы вот сюда. Вот его. Все. Да. Тут у нас все сделано. Потом я предлагаю вот тут армию продолжать собирать. У нас там будет какая армия? Две таких, три. Ага. То есть драгуны, пушки эти и вот четыре вот этих вот. Ну да, мы там в Санта-Гастине что-нибудь еще наймем и пойдем прорывать Джорджию, Чиказу, Телику и к Аракезам пойдем вот тут вот пройдем. И к ним прямо тут вот захватим конфедерацию Аракезов, главную форта Понштар-Трен, Дю-де-Троа, потом Диагару, потом Каюгу и все. И потом отдадим Нью-Йорк уже Новой Англии. Потом. Вот это уже Франция, да, 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 это уже Франция. И мы объявляем войну Франции, захватываем Монреаль, Новую Францию, Форт Нашаук. Потом отправляем экспедицию в Плезонс. И вот эта нам земля вся присоединяется, соответственно, Нью-Йорк тоже присоединяется. Я думаю, что я его даже не буду отдавать, все равно они присоединятся. И все. И потом, вот как мы разобьем вот этих, поскольку они очень сильно сглупили, то мы захватим вот эти вот территории. Потом, поскольку у нас будет еще вот тут вот территория, то если нам Луизиана объявит войну, то мы захватываем Луизиану. И потом уже, буду ли я сюда продавигаться в Новую Испанию, это я уже не знаю. Но вся Северная Америка будет наша. То есть все заселенные территории будут наши. Вот Великие Равнины я тоже захвачу это один. У них тут одна, по-моему, города один. И все. Голланды, Кубы наши. Мы потом отправим там по три отряда Рево, сейчас скажу, как они называются. В общем, нерегулярные пехоты, нелинейные. Захватим Антигуа и уже в Мартинику, когда будем воевать Франции и Сан-Хос-Эм. Да? Не замечательно ли? И вот еще надо французскую Гвианну будет. И все. Ну, конечно, на словах это намного легче, чем в деле. Но это на самом деле не так сложно. И подождите, а вот тут кто-то еще, да, сидит? Кто это такой? Боже. Монтанье и Нуит. А, ну это понятно. И до этих я даже не дойду. Они мне не нужны. У меня тут вам передвижение. Я пока до них буду идти. Я бы уже всю Францию захватил, которая в Европе. Итак, что нам надо делать дальше? Дальше, дальше ждем. И это я что за город такой выбрал? Нет, это я пока делать не буду. Тут я могу что-то, да, вот тут могу, тут построю. Все, следующий ход. Ждем. Итак, союзи... Франция. 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 13 колоний. Вот только сказал. Ну да. Мы вступаем. Сейчас как-нибудь разберемся. Это, конечно, совсем не по плану, но сейчас как-нибудь разберемся. Что-нибудь придумаем. Естественно, я принимаю бой, чтобы разбить эту армию. Вот, все это отступает, и все. Эспаньола наша. Так, давайте дальше смотреть, что будут делать Гуроны. Вот Гуроны, конфедерация, это имени-то были. Вот сейчас будут Гуроны, все они напали, это очень замечательно, это очень хорошо. Так, дальше где, кто напал, ну это понятно, это кто такой напал, это тоже все понятно. У нас война с Францией, дорогие друзья, 1702 год, и у нас война с Францией. Еще у нас война с Пруссией, нет, так, 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 нет, вот Пруссия мне сейчас совсем не нужна. А, где вы, Пруссаки, Пруссаки, вы где? Так, вот, давайте предложить мир, просто. Нет, слишком Прусской крови, да вы со мной даже не воевали, ну давайте. Пожалуйста. Пруссаки. Пруссаки. Сколько... Ах! Я же заб... Я серьезно? Нет, а я что-нибудь хоть изучаю? А почему у меня карабины следуют? Ну пусть уже выпускают, но вот я что... А то я же подумал, я же вообще ничего не изучаю. Так, а это же у меня сейчас будет тут этот. Плохо мне сейчас будет. Надо 3000 давать тогда. Предложить мир. Право прохода на 20 ходов. Все равно они до меня не дойдут. Зачем они мне? И 3000. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. 4000 давать. Дам 4000 мне. И вот они сейчас просто мне все порты разграбят и все. Право прохода на 20 ходов. Так, да уже хочешь чего-то. Ой. Неплассежи 4000. Еще 20 ходов я вам дам, да. Так. А с Польшей я почему воюю? Вот зачем я взял этот флот? Ну надо же, Ла-Манш. Всегда защищать. Ла-Манш нельзя держать никогда открытым. Это пятилетний ребенок знает то, что Ла-Манш его нельзя держать открытым. Вот как тут испанский этот корабль прошел? Наполеон даже говорил, не хватит шести часов, чтобы уничтожить Англию. Потому что если он бы придержал шесть часов Ла-Манш, то бы все, корабли бы прошли. И все, и высадка бы произошла. Ну так, ну что? Надо выкарабкиваться. Во-первых, меня вот беспокоит вот этот вот Галеон Рай-О. У нас и так доход маленький у нас еще нет. Так, хорошо. Тогда варварские государства предложить мир платежи 3000 до 3, пускай. Проход 20 ходов. Мирный договор, торговое соглашение 3000 технологий. Богинет. Давайте я вам отдам право прохода на 20 ходов. Так, контр-предложение. Землю Руперта я вам не буду отдавать. Я даю вам 4000. Право прохода на 20 ходов. И все. Так, они то же самое предлагают. Я чуть-чуть делаю по-другому. Я отдаю все свои деньги. Хотя вдруг что-нибудь надо. Пускай просто 4000. Да, ну как-нибудь мы переживем этот ход без денег. Плюс технологию Богинет. Плюс право прохода на бесконечность. Хорошо, значит мы без торгового соглашения. Отдаем вам Богинет. 4000. Право прохода на бесконечность. Фу, так, у нас теперь доход должен... В общем, у нас доход побольше не стал. Странно это все, странно. Так, ну значит, мы сажаем эту армию сюда. Везем ее сюда. Дальше эта армия берет Санто-Доминго. Капитуляция. Они ее, естественно, принимают. Мы подчинемся. Отправляем один отряд сюда. Только не говорите, что мы сейчас проиграем. Да, это победа. Они куда-то еще отступают. Мы идем за ними. Тут у нас надо лечиться. Доходы мы им не повышаем. Все. Дальше вот эти вот армии идут сюда. Эта армия атакует этот порт. Сохраняемся. Капитуляция. Продолжаем держать посаде. Я не хочу его брать своими руками. У меня нет денег. Значит, была не была. Победа. Куба наша. Это сразу они пусть не уплачивают. Это у нас денег нет. Это у нас денег нет. Вот. А это у нас деньги есть. Дальше. Все. Тут у нас армия сейчас готовится. Мы почти выселили испанцев. Отсюда дальше. Тут. Один сюда. Другой. Сюда. Третий. Сюда. Вот. Вот так мы защитим наши порты. На один ход. Эта армия атакует Глеон. Его мы будем захватывать сами, потому что он нам нужен в действии. Нам его надо захватить. Так. Мы атакуем. И сейчас надо будет правильно сделать. Нам его надо будет окружить. И не атаковать его с бортов. Почему? Потому что выстрел бортовой от Глеона это смерть. почти любому кораблю, который у нас сейчас есть. Даже адмиральский флагман пятого ранга. У него просто там полкорпуса не будет сразу. Поэтому нам надо будет сейчас идти как раз по ветру. Я думаю, что года очень, конечно, плохая. Мне это не нравится. Ну что ж, поделать надо вот так вот. Вот так. И развернуться по ветру надо. А, нет, чуть-чуть не так. Чуть-чуть по ветру. То мы прям про ветру пойдем, да. Так, тут у нас все правильно, да, сделать. У нас не меня. Это вот так вот, да. В единую линию. Так, это у нас адмиральский флагман. Адмиральский, адмиральский. Шестой, шестой. Шлюп. Да, все. И мы сразу им ставим картечь. Начинаем бой. И да, и сразу вот так вот плывем. Ну, то есть как бы по ветру, но чуть-чуть не по ветру. И сразу можно вот на такой вот режим поставить. Пускай быстренько они... Ну, угон как забрался далеко. Ну, как далеко. Нам надо просто пыть ему. Или все-таки дать ему. Не-не-не, давайте стоп. Стоп, 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 стоп. Давайте вот такое ускорение и быстро к нам. Надо точно подумать, 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 как нам правильно его будет атаковать. Сколько на нем человек? На нем очень много человек. 179 это много человек. Разворачиваться надо. И все-таки нам надо придется сейчас ему в бортовой залп вставать. Или развернуться вот так вот и дать ему с носа. Вот нашим адмиральским флагманом. И потом его быстро развернуть. Да, я придумал. Идем сейчас прямо напрямик. Что я сказал? Прямо напрямик? Ну да. В битвах я могу и не такое говорить. Так. Все, сейчас мы его полетели. В нас тоже полетели. Раз. Не успел. Вот это я даю. Дальше. Эти уже картечью. Быстро на него. Во-во-во-во-во-во. Видели как? Так. Эти картечью. Этот ядрами. Те нет, этот не пелями. Быстро. Во-во-во. И все-все-все. Смотрите мы его как. Не-не-не. Не-не-не. Мы продолжаем. Все. Смотрите теперь. Еще раз. Вот так вот мы справились с галеоном. Ну конечно да. Такой толпой. Но все равно. У нас тут еще доплывут корабли. Я даже предлагаю сейчас. Салты этим еще залп дадим. Пускай стреляют все. Хоть главное по-своему не попадать в него. Все. По-моему это для него смерть. Поэтому. Вот этот вот адмиральский флагман у нас идет на абордаж. Крать его. Вот эти все втроем отходят. Так как мне тут их поставить-то? Пускай вот так вот даже встают. Да. Эти уплывают. Пускай свои выстрелы делают. И все. Этот у нас картечью стоит. Обстреливает. А этот на якорь встает. И ничего не делают. Ну да. Ну все. Вот так вот мы расправились с биллионом. И мы его сейчас возьмем на абордаж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Картеч. Быстро. Ну все. Я надеюсь мы его взяли, да? С собой. Я его не буду продавать. И галеон это только себе. Галеон можно продавать, когда у тебя их куча, но у меня их ни одного нету. А это как бы очень хороший корабль. Да, он сейчас поможет очень. Да, мы его берем себе, хоть и трофей очень замечательный, но да. Мы быстренько идем. Они ж меня не грабят уже. Да, они меня уже не грабят. Вот эти вот мы идем сюда вот. Да, и нам надо будет сейчас на следующий ход вылечиться. Уничтожить вот этих вот. Потом вот они, мне кажется, вместе все будут. Но тут не сильный флот, конечно. Но все равно. Так. Смотрите дальше. Тут какой-то у нас. О, тут, кстати, не какой-то. А тут прям какой-то. Тут галеон и шлюф. Ну, галеон-то это... Ну, как мы поняли, да, против такой большой армады он ничего не сделает. Один его картечью, другой по парусам, когда они расправлены. И все. Так, теперь Сентагастин у нас что там? На какой стадии? Тут у нас собираются, да? Да. И вот эти сейчас. Да, и все. Тут у нас на стадии такой понятном. Ну что? Правительство, давайте попробуем мы министра главу сменить. Во, замечательно. Все, конец. Вот он. Что будут делать? А, ничего не сделали. А Пруссия что будет делать? Это очень хорошо. Ну, как бы это ни казалось странно, но это хорошо. Эти так гороны и продолжают бегать. Такой у меня доход. Доход очень маленький. Форт блокирован, да. И это очень хорошо, поскольку им французы не помогут. Тут вот какие-то... Где нота протеста на Кубе? Нота протеста? Не надо на Кубе ноты протеста нам. На Кубе у нас все замечательно, прекрасно, превосходно, чудесно. Привлекательно, нам надо там будет бизнес туристический делать на Кубе. Так, тут у нас армия соединяется. Армия. Так. Теперь вот эти вот идут сюда. Да, и теперь они должны все на этом, да. И мы их высаживаем в лопат. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Главное, чтобы Чироки быстрее их не взяли. А дальше тут у нас нота протеста, да, еще. Ну, тут понятно, что за нота протеста. Тут она небольшая, и мы сейчас свернемся вот этим еще, друзьями. Сейчас добьем только тут. Давайте даже вот так вот, победа, естественно. И мы идем в Санто-Доминго. Тут у нас сейчас все будет нормально. Дальше там мы уже высадились. Что нам надо делать в Европе? У нас, наоборот, сейчас в Европе более шикарные действия происходят. Так, куда поплыл вот этот флот? Меня это очень интересует. Тут я его нигде не вижу, вроде бы. Ага, это кто это? Да, датчане. Так, тут у нас какой флот? Тут понятно. А если вот они переплатят? Ну, я, в принципе, его возьму легко очень. Мне сейчас надо вот этот, да, освобождать вот этот порт. Он вставать, потом идти в наш порт, там ремонтироваться. Так, ну, поехали сначала вот досюда, вот доехали. Теперь доехали. Что? А почему? А что происходит? А почему я не могу? А что это такое? А что это такое? Я не понял. Почему я не могу вот тут проплыть? Я хочу их атаковать. Я не хочу вот там вот плыть. Да, почему-то. Ну, они, я понимаю, что они меня перехватывают, но мне надо, чтобы они меня перехватили. О, боже. Не, ну, мне надо тогда возвращаться вообще вот сюда, вот сюда, да, ремонтироваться буду. Что это такое? Да, да, причем, зачем он сразу плывет? Надо кнопочку, что держа поразу ровненно. В общем, меня это не очень интересует. У меня тут, у меня тут, у меня бы она сейчас не была разгромлена, не было бы вообще все замечательно. Армия. Армия. Я, в принципе, уже могу атаковать. Давайте посмотрим, что нам скажет автобой. Автобой! Автобой нам показывает, что мы выигрываем. Давайте. Эта победа они отступают. все это хорошо тут у нас нормальный порядок порядок нормальный значит это мы пока ничего не лечим пускай те кто только сможет и за ними быстрее так все мы теперь с францией тут воюем значит надо мартинику и каену захватывать а тут надо вообще десант тогда делать раз уж так получилось где у них основная армия стоит посмотреть порте есть кто-то никого нету где вся армия их а вон их армия ну да тут армия такая не очень плохая у меня нету денег что выновять ну давайте пока конец хода и это наверное все сейчас завершение серии ну раз они сами предлагают не отказываюсь нет они не хотели причем так это они там не они что сделают они за 3 9 земель у них даже портов нету причем откуда вот зачем компьютеры строить прусские корабли они не нужны нужны только торговые корабли что она будет в оденном можно там построить два три корабля чтобы просто порт защищать и все так руси и литва ну это понятно революции пока у нас тут не намечается нет тут у нас вообще ничего не намечается вот этого да все на следующий ход все здесь на следующий ход не будет уже плачевное состояние я надеюсь что нет дальше тут мы капитулируйте нет они не хотят капитулировать значит вы будете капитулированы нами все нам нам все это хорошо тут у нас тоже с порядком на все не очень хорошо да но тут мы освобождаем их от налогов и все все замечательно становится мы нет мы пока не будем у нас вообще доход что ли ну как плохой нормальный доход так а вы куда делись соединились соединились да вот теперь могу атаковать но я понял да не да тут флот смешной поэтому мы атакуем потом а я могу что у них какой то флот такой что может я справлюсь вот так раз том до вас том 3 так уже не дохожу да так уже не дохожу а есть и без этого вот так вот а раз до вас 3 дохожу а4 а5 вот я только вот с этим не дохожу да с остальными всеми дохожу но я в принципе могу оставить тут у нас и так уже 4 корабля остается значит все да на этом завершается серия всем спасибо за просмотр всем пока а а